МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если вы решились, оставляйте заявку на сайте трудраннепа.ру, затем подтвердите ее на портале Работа в России и спустя несколько дней вас пригласят в центр занятости, чтобы пройти профориентационный тест. Смотрится соотношение уровня образования человека и той программы, которую выставляет образовательный центр. Специалист по профориентации определяет дальнейшую траекторию, что будет после, куда эта профессия и дальнейшие какие возможности она даст данному конкретному окружению. Если специалист службы занятости одобрил выбранную человеком программу, ждите звонка из Центра дополнительного образования Российской академии народного хозяйства и госслужбы. В алтайском филиале РАНХИКС реализует порядка 10 программ. Причем обучение проходит как очно, так и онлайн. Светлана Горощенко уже завершает обучение. В муниципалитете она курирует социальную тематику, поэтому повышала квалификацию по программе регулирования социально-трудовых отношений. Слушательница отмечает, что ей очень понравился формат проведения курсов. Часть времени группа занималась дистанционно, можно сказать, и от работы Светлана не сильно отвлекалась, а в финале собрались очно. В течение двух дней мы получили возможность очного общения, когда мы с коллегами не просто вступили в диалог с преподавателями, но еще получили возможность как раз поделиться опытом своей работы и обсудить те проблемы, которые есть в каждом муниципалитете. Один из самых популярных курсов – интернет-маркетинг. От профессионального бренда до продвижения компании преподают его как теоретики, так и практики. Что касается знаний, которые получают наши слушатели, в первую очередь это опыт и знания, связанные с формированием и разработкой собственных сайтов, наполнением их соответствующего контента, который будет востребован на рынке, который будет интересен тем, кто зайдет потенциально на этот сайт. Также на нашем курсе мы учим работать с брендингом, со стратегией бренда. Наши слушатели свои знания могут достаточно успешно применять, как в той сфере, в которой они уже работают, поскольку курс в том числе предназначен для действующих маркетологов. Они могут потом уже впоследствии расширять сферу своей деятельности. За последние два года в рамках проекта «В крае» прошли обучения порядка 6 тысяч человек. Как показывает статистика центров занятости, более 70% участников программы сумели улучшить свои позиции на рабочих местах или смогли трудоустроиться. Мы выбираем те программы под наиболее востребованные профессии на рынке труда с возможностью дальнейшего трудоустройства и под запросы работодателей. И вот эта вот такая связка, она, во-первых, позволяет обеспечить кадрами наших работодателей, а во-вторых, обучить человека тем востребованным на рынке труда алтайского края профессиям. Подать заявку и получить новую профессию можно успеть еще в этом году, до 15 ноября. Длительность программ разная. Это и краткосрочные курсы, и длящиеся несколько месяцев. Подумайте, может, стоит воспользоваться бесплатной возможностью изменить жизнь к лучшему.